Сегодня у нас очередное круглое донышко, но способы плетения круглых донышек, которые мы рассматриваем на этом уроке, они уже принципиально отличаются от всех предыдущих, потому что если до сих пор мы формировали круг из квадрата, как вы помните, то здесь мы его будем формировать уже не из квадрата, а из крестика, из креста. Во-первых. Во-вторых, это пойдут методы наложения, не переплетения, а наложения. Вот я начну с элементарного, с самого простого. Мы можем сделать крестик уже из двух пар трубочек. Вот так вот. Вот мы положили кресту две и две. И вот с этого крестика мы можем уже начать оплетать. Это даже удобнее держать в руках. Не укладывать на стол, а держать в руках. Мы берем лозу, перегибаем ее как обычно и веревочкой охватываем постепенно вот эти вот трубочки. Вот таким образом. Охватили две нижние из нижней пары, перегнули и охватили следующую пару. Перегнули и охватили. Это фактически веревочка. Только она вот тут совершенно элементарная. Вы видите как? Раз, два. Мы охватываем пары трубочек. И все это моментально фиксируется. Вот это все мы держим в руках. Второй тур. Раз, два. Пошли на третий круг. Видите, такой цветочек получается, розочка в середине. И донышко в таком случае получается очень плотным. Никаких, конечно, просветов, как бывает при переплетении, тут быть не может. Вот. Я нарастила трубку и мы прошли три тура. Вот такое вот донышко получилось. И теперь я начинаю их раздвигать и оплетать по одной. Два. Видите, я его даже не укладываю на стол. Мне удобно держать в руках. Так что я. И проходим несколько туров еще таким образом. Ну тоже давайте три для единообразия пройдем. С какого-то момента удобнее уже на стол положить. Потому что надо приминать донышко, оно становится все шире. Ну вот я прошла три тура, охватывая по две трубочки и три тура, охватывая по одной. Ну вот вы видите, всего шесть кругов. Донышко очень плотное, но оно очень небольшого диаметра. Очень небольшого диаметра, а расстояние между стойками уже большое, потому что стоек мало. Получилось, поскольку мы брали четыре трубочки, получилось восемь всего стоек, восемь концов. Что это значит? Это значит, что либо это донышко сделано для очень небольшого изделия, с очень небольшим диаметром донышка. Либо уже на этом этапе или чуть позже, через несколько рядов, нам надо будет количество стоек удвоить. Как это делается? Ну давайте прямо вот на этом этапе я покажу, потому что это прием, который вам неоднократно понадобится. Мы в каждое отверстие между трубочками лозы, в отверстие, из которого выходит стойка, мы подклеиваем еще одну трубочку такого же цвета. Вот я ее уже тут приготовила. Удобно это делать с помощью спицы. Вот я под два или под три тура изнутри подлезаю спицей, на нее надеваю кончик новой стойки и вот так вот прямо со спицы протаскиваю ее вовнутрь. Так, чтобы кончик спрятался между вот этими вот полосками нашей лозы. Вот можно дополнительно еще капнуть клеем и прихватить прищепкой, чтобы оно прочнее у нас сплотилось. И так в каждую дырочку, из которой выходит стойка, провели спицу. Надели на нее кончик новой стойки и по спице протащили и оставили так, чтобы конец спрятался между слоями, между трубками лозы. И теперь капнем клей, прихватим прищепкой и так далее. А потом, когда у вас уже все подсохнет, вы снимете прищепки. Сейчас оно у меня долго будет сохнуть, поэтому я не буду выжидать. Я просто объясню вам теоретически. Мы к этому вернемся неоднократно еще в течение курса. Вы первый круг после этого пройдете веревочкой все так же, охватывая сразу вот эти вот пары, образовавшиеся. А потом уже на следующем кругу будете оплетать по одной и до нужной. Донышко и сразу наращивать стойки. Поэтому сразу удобнее брать большее количество стойк для основы. Вот возьмем, допустим, 4 и 4. Тоже их уложим крестом. Вот так вот мы придерживаем и под нижнюю группу трубочек, под нижнюю четвертку, подводим лозу вот этим вот туда. Точки можно сразу выровнять, чтобы они лежали. Перекрещивались. Вот этот крестик перекрещивал бы правильно, симметрично посередине. И делаем то же самое, что и в прошлый раз. Раз. Вот я сделала три витка. Три круга прошла, вы видите. И начинаю раздвигать трубочки по две. Пока по две. И делаю то же самое. Прохожу веревочкой. Раздвигаю по две. И охватываю лозой по паре. Вот я прошла еще два тура, оплетая по две. И уже на этом этапе можно еще один круг пройти. Но уже можно и на этом этапе начинать раздвигать эти пары по одной. И оплетать по прежнему веревочкой. И еще два. И уже на этом этапе все одно. А? А? Так. И еще одного конкурация. И еще раздвигать тапы. И еще раздвигаться. А? И еще раздвигать. Вот я прошла круг. Иду на следующий круг. И опять-таки, как и в прошлый раз, у меня потихонечку эти клубочки сдвигаются, те, которые были далеко друг от друга, и раздвигаются те, которые были рядом, которые были парой. И просветы между ними потихонечку выравниваются, уравниваются, становятся одинаковыми. И через три, опять-таки, круга, как правило, оно уже становится совершенно неотличимым одно от другого. Ну, собственно говоря, и так далее. Я могу не продолжать, потому что дальше уже мы просто идем обычной веревочкой и плетем до нужного нам диаметра. Вот, что я еще хочу сказать по ходу дела. Вот вы видите, во всех случаях, когда я плету веревочкой, я все время иду обычной веревочкой, без всяких косичек. Почему? Потому что вот на маленьком диаметре косичка теряется, она невыразительная. Это просто искусственное усложнение работы. Косичка смотрится на больших пространствах, на стенках или на уже большом диаметре круга. А вот здесь, когда крутые повороты, она просто не видна будет. Поэтому ни к чему. Усложнять себе дело и плетем до определенного уровня просто обычной прямой веревочкой, без косичек. И еще один способ, почти такой же, но с некоторой вариацией, с некоторой вариантностью. Но удобнее брать четное. Почему? Потому что, когда мы начинаем раздвигать подвиги, то не приходится... Ну вот эти вот количества, они легко делятся на пары, и не приходится заморачиваться там, сводить крайние трубочки от соседних пар и так далее. Поэтому я предпочитаю сразу брать четное количество. Четное на четное. Вот мы укладываем 6 трубочек на 6. Можно 8 на 8. Не имеет значения. Уложим 6 на 6. Убрали 2, потом 4. Логично теперь взять 6. В чем отличие? В чем вариантность, о которой я вам сказала? В том, что мы будем начинать не веревочкой, а ситцевым плетением. Как? Сейчас покажу. Давайте скрепим это дело, чтобы оно у нас не ездило туда-сюда. Берем трубочку лозы, подсовываем под нижнюю группу и переплетаем обычным ситцевым плетением. Раз. Шестерку. И под эту. Под нижнюю и на верхнюю. Под нижнюю. Количество у нас четное. Крест есть крест. Четыре части мы оплетаем, поэтому трубочка пришла на то же самое место. И пошла по второму кругу. Точно так же. На те же самые группы и под те же самые. И опять же, те же самые три витка мы делаем. Как и в прошлые разы. Обошли. А вот теперь мы берем вторую трубочку и уже начинаем вести веревочкой. Но пока еще не поздно подровнять. Это у меня тут сдвинулась середина. Сейчас мы их выровняем. И теперь мы подкладываем вторую трубочку. Добавляем. Тут он растит. Глядем веревочкой, уже раздвигая их по двери. И теперь растригаем кодель. Вот тут нам прищепки уже мешают. Они нам давно не нужны. Все уже сфиксировалось достаточно. И здесь мы тоже раздвигаем по двери. В общем, на все группы. Принесно, конечно. Сразу после шести переходим на двери. Принесно, конечно. На втором кругу идем, отхватывая по две. Субтитры создавал DimaTorzok И так тоже проходим три круга. Вот я прошла три круга, охватывая по две стойки. В принципе, можно сделать изделие с двойными стойками. Оно будет прочным, двойные стойки жестко держат форму. Но если для нас мало вот такого диаметра, мы можем продолжать плести, раздвигая по одной. И опять-таки, тут можно уже не комментировать. Я плету, охватывая по одной стойке, не меньше трех кругов, чтобы выровнять расстояние между трубочками и стойками. А дальше уже, сколько вам нужно, для нужного вам диаметра донышка. Сейчас я проклету немножечко, покажу вам, как оно выглядит. А потом покажу такое вот плетение уже в готовых изделиях. Такие вот донышки. Ну вот я два ряда проплела, охватывая уже по одной стойке. Еще расстояния не совсем одинаковые. После третьего ряда совсем не равняется расстояние между стойками. Я хочу вам показать вещи, которые сплетены именно таким образом, который демонстрирует этот урок. Вот если вы начинали с моего бесплатного ознакомительного курса, то вы, безусловно, помните вот эту вот вещь. Вот эту. А так как я показывала с двумя трубочками, вернее, с четырьмя, две на две, и с восьмью, четыре на четыре. А вот здесь мы брали двенадцать трубочек и укладывали шесть на шесть и сразу оплетали веревочкой. А вот эта вот вещь сплетена вот именно таким способом. Только тут я брала... Вот я говорила, что предпочитаю брать четное количество трубочек. Но здесь я брала девять на девять. Вещь большая, вы видите, широкая, и поэтому я брала сразу много трубочек. Я отвожу вот эту вот ручку. Девять на девять. И разделяла сразу не парами, а тройками. Вот видите, по три... Три группы, по три трубочки. Ну, вот так вот это все выглядит. Здесь плохо видно. Могу еще показать вещь из того же комплекта. Просто она еще не лакированная, поэтому выглядит более тускло по сравнению с этой крышкой. Ну, это одни опрышки. Вот этого вот блюда или подноса. Вот тут точно так же. Тут просто не закрывает ручкой, поэтому я могу показать. Девять на девять. Вот тут я делила на тройки. Оплетала сначала девять. Вот таким вот ситцевым способом. Потом по три. Три ряда, вы видите, сведеньким. Я оплела по три. А потом уже по одной коричневую. Ну, вот на сегодня все.